Учеба отвратительная, бросает тень на всех русскоязычных людей. Он привез с собой наркотики. Ты должен был им доказать, что ты не верблюд. Твоющий мигрант из Сирии больше приоритетнее, чем ты, цыгане. Я очень люблю его. Отношение к заграничным студентам. Полный расизм. Я приехала из России, живу в Словакии уже 2 года, 6 месяцев. Приехала, потому что поступила учиться в Словакию. Потому что дорого. Потому что в Германии ты должен указать, что у тебя есть деньги. 10 тысяч евро и счет ты закрываешь. А что в Словакии это всего лишь 2,5 тысячи евро. И счет можно не закрывать, можно показать, как многие делают. Но нет, у меня деньги лежат в счету. Показываешь просто. Это было вообще несложно. И не надо было сдавать сертификат на язык. В Германии надо. В Чехии надо год учиться на курсах. В Словакии не надо учиться на курсах. Можно приехать и просто жить. Но я же первый раз приехала по своей специальности. Я приехала в магистратуру в Кошице. И думала, что я буду учиться. Но это все равно все было не то. Все отличалось от того, что я себе представляла. И вообще мне не совсем понравилось. И я подумала, что о Словакии мне понравилось. И я решила остаться в самой Словакии. И познакомилась с тобой. Узнала про Нитру. Про Каменскую узнала. Про Банскую Быстрицу узнала. И поехала, посмотрела. Ну, решила остаться в Нитре. Было самое простое, что можно совмещать с работой. И учиться. И в том плане, что если ты хочешь работать как переводчик, а мне, в принципе, это нравится, то та специальность, на которую я сейчас учусь, она подходит. Потому что, когда я задалась этим вопросом, было уже май месяц. И получается так, что ничего, я делала все через вспомогаторов. И выбора никакого не было. Ну, так мне сказали, что никакого выбора нет. На самом деле он был даже в твоем университете. И в моем сейчас. И, в общем, получается так, что я выбирала из того, что осталось. И подходила к моей специальности. А у меня специальность бакалавра экономика. Но вообще мне там не очень понравилось. Мне сейчас вообще не понравилось. Это было отвратительно. Жизнь в общежитии была отвратительной. Учеба отвратительная. Не знаю, мне вообще ничего там не нравилось. Ну, начнем с того, что там ребята, которые приехали, им лет 16-17. А когда тебе уже 25+, то ты хочешь, я не знаю, нормально учиться, нормально жить, нормально работать. А все, что они вытворяют, это бросает тень на всех русскоязычных людей. То есть так, как они там приехали, большая часть их, их большинство там, которые приехали с Украины. И, то есть, получается, что вытворяют они вообще... В первый день, когда я приехала, у моей соседки в комнате, то есть там живут в блоке 4 человека, у каждого своя комната, на 2 человека комната. И получается так, что соседке в комнате был парень. Они тоже приехали с Украины. И, в общем, он привез с собой наркотики. Он решил, что он будет здесь это все продавать. И он решил это все употребить. Веселитесь. И, в общем, он в первый день, когда я там ночевала, он выломал дверь, он бегал голый по общежитию, потом приехала его мама, и у меня было такое впечатление, думаю, куда я попала вообще. До этого я путешествовала сколько, и я думала, что Европа никак не может быть такое. То есть она оказалась в самом таком грязном виде. Это мне не понравилось. Меня очень сильно разочаровал, что постоянно были какие-то дискотеки, шум, гам. То есть ты делаешь замечание, и твое замечание просто как плевок. Никому вообще нет никакого дела. Потом то, что там получается, есть студенческая рада. Это как полиция в общежитии из студентов, которые на старших курсах учатся. Они могли прийти ночью в, я не знаю, в 11 часов, когда ты спишь, и спросить, что ты заплатил за общежитие или ты не платил за общежитие. И ты там должен был им доказать, что ты не верблюд. Ты, в общем, ты не мог зайти в общежитие без асика. Если ты забыл асик в общежитии, это просто какой-то, не знаю, театр абсурда был. Ну, в принципе, все. То, что со стиральными машинами полный расизм. То же самое. Шесть стиральных машин только для русскоговорящей публики, для иностранцев, индусов, а шесть стиральных машин только для словаков. И ты никогда не можешь добиться ключа. К тебе относятся просто к какому-то, не знаю, вонючему мигранту из Сирии. Хотя, мне кажется, вонючий мигрант из Сирии больше и приоритетнее, чем ты. В принципе, этим не понравилось. То есть какая-то полная дискриминация, которой ты, путешествуя по Европе, вообще никогда бы не подумала. А когда ты это встречаешь в каких-то таких каждодневных вещах, это очень сильно разочаровывает. А с учебой что не понравилось? С учебой то, что одногруппники, я опоздала. Я приехала в конце октября. Потом была учеба с... Получается, аттестация за первые шесть недель. И так как меня не было, я просто неделю сидела в коридоре. Потом были праздники словацкие. И потом, когда я приступила, осталось буквально четыре недели на то, чтобы мне там все сдать, успеть. И одногруппники, естественно, ко мне так как-то относились холодно. И что мне приходилось оставаться с преподавателями, что-то там с ними делать. И это как-то вызывало, бросало сомнения. Но то, что у меня не получалось, что язык был изначально заявлен 50 на 50, английский и словацкий. По-английски почти никто не разговаривал. Все говорили, скажи там по-русски, по-украински. Но вот из-за этого у меня как-то, не знаю, какое-то такое впечатление сложилось, что я не хочу там точно оставаться, что и город мне не нравится, и в Кошицах, и Цыгане. И вообще это не то, что я себе представляла, когда я ехала в Европу, в европейскую часть. То, что я вижу здесь сейчас, в Братиславе, это соответствует моим ожиданиям. Выбирала не только в Нитре, выбирала Банско-Быстрица, Каменского. И вот как раз Нитра. Подала в Каменского, не стала подавать, потому что общежитие тоже здесь мне не понравилось. В Банско-Быстрице мне понравилось и общежитие, и понравилось и сама кафедра. Я подала там на словацкий для иностранцев, а в Нитре я подала на переводчик английского русского. И русский, это получается славянские языки, русский в коммуникациях, в бизнес-коммуникациях. И пришло приглашение раньше с Нитры, поэтому я выбрала Нитру. А Званский-Быстрица пришло где-то в июне, с Нитры пришло где-то в мае мне уже. Я очень люблю его. Очень люблю. Я ни разу не пожалела, что я пошла на эту специальность, потому что я для себя поняла, что я действительно люблю историю, я действительно люблю русскую литературу. Я действительно люблю вот эти все предметы. И причем их ведут словацкие преподаватели, которые, не знаю, они никогда не запрещают тебе высказывать свое мнение. И на последнем, когда мы сдавали русскую литературу в этом семестре, получается так, что я сказала Муранской о том, что спасибо, что вы нам разрешаете свое мнение высказывать. Она такая говорит, любое мнение правильное. То есть нет такого, что твое мнение какое-то неправильное или что ты ошиблась, нет ничего страшного. И поэтому у меня это дает очень много мотивации. Но, конечно, я не знаю, как насчет магистратуры. Пойду ли я учиться в магистратуре туда, потому что это отнимает достаточно много времени. Универ, вообще, мне кажется, он суперсовременный. Но я не знаю, я просто... Мне не с чем сравнить только с кошицами. Но моя душа не лежит кошицам. То есть я сравниваю к тому, что... Я думаю, что он современный тоже тот университет. То есть там компьютер, нет никаких вопросов к этому. Какому-то оснащению, функционалу, такого нет. В Нитре мне нравится отношение преподавателя, отношение к заграничным студентам. То есть есть человек, который отвечает за заграничных студентов. Даже когда ты уже с того года, когда ты получаешь приглашение от университета, у тебя есть телефон контактный русскоязычного координатора, Павла Вакуша. И, соответственно, если какие-то вопросы, ты с ним коммуницируешь, он тебе дает ответы на все вопросы. То есть мне нравится вот это отношение. Потом мне нравится, что любые вопросы, которые у тебя возникают с общежитием, что ты можешь решить это без проблем, что отвечает на имейл. Может быть, это ковид помог, потому что раньше они тоже не особо отвечали. Но сейчас просто все ты можешь разрешить, написав пару имейлов. Там, когда мне прийти на убытоваться, записаться на убытоваться. Все-все-все ты можешь разрешить. Общежитие, которое на зоборе, там вай-фай везде. Мне кажется, оно очень современное, что там нет вот этой студенческой рады, которая тебя контролирует, что ты полностью свободный, что ты имеешь доступ к прачке, имеешь доступ ко всем учебницам, то есть ко всем аудиториям вообще без проблем. И к тебе нормально относятся. Единственное, что они просят, это чтобы ты знал хотя бы минимальный словас, когда ты приезжаешь. И все. То есть преподаватели все адекватные. То есть я беру предметы, даже которые же на словасском языке. Я хожу с другими группами или с целым потоком. И в этот год у нас была мультикультура. И там была одна девочка, которая вообще из России не говорила ни по-словацки вообще никак, ни по-английски. И учительница к ней нормально относилась. Она ей говорила, что да, скажите по-русски. Я когда-то там учила русский, была в Белоруссии, училась там. И поэтому все преподаватели адекватно относятся. Мне это очень нравится. Мне это очень импонирует. Ты не чувствуешь себя напряженно. Все как-то адекватно и расположены к тебе. Первый семестр первого курса мы учились где-то три дня в сумме. Три дня. Второй семестр мы в сумме учились два дня в неделю. В зимний семестр второго курса у нас учеба была три дня в неделю. Все вместе. И вот в этот семестр была учеба три дня тоже в семестр. И то получается в неделю целый семестр. И то, если это сложить, то это был понедельник после обеда, вторник, среда с утра и прямо до шести вечера. То есть два дня полных и один день половины вообще было. Учеба не отнимает много времени. И если ты, не знаю, если ты учишься в течение семестра, даже подготовиться к экзаменам не так сложно. То есть если ты готовишься к, ну, по материалам, допустим, ты знаешь, что будет тест, а всегда говорят, что будет тест. И то есть ты готовишься к этому, ты в течение семестра как-то себя активно проявляешь, и потом на экзамене у тебя вообще нет никаких сложностей, чтобы подготовиться, потому что тебе не надо учить много. Тебе не надо учить больше, чем, ну, как в России, допустим, когда ты учишься, что ты должен знать ответы на вопросы дополнительно, что-то сам подготовить, поучить. Здесь такого нет. То есть 12 недель учеба, ты точно знаешь, что каждую неделю вы проходили определенную тему, ты просто ее повторяешь, на экзамене отвечаешь, все. Твоя оценка складывается из того, что только преподаватель рассказывал в течение семестра. Это вообще несложно. И это понятно, и логично, и я не знаю, что еще может быть проще. И тебе в самом начале семестра говорят, что ты должен сделать, какие ты должен работать, либо в команде, ну, в группе, либо сам по себе сделать, что тебе дадут оценку за это. Спросить негативные отзывы. То есть если у человека, у помогатора нет негативных отзывов, это полная хрень. Я потом уже, когда начала с ней работать, и получается, что когда уже познакомилась с ребятами, у которых тоже есть какие-то проблемы, тогда стало понятно, что не у всех там у тебя было идеально, там у другой девочки было идеально, у другого мальчика было хорошо. Потом у двоих было все вообще плохо. Если бы они не взяли там свои руки, то вряд ли бы у них что-то получилось. Ну, то есть обязательно, на что бы я обратила внимание? То есть когда ты поступаешь, чтобы обязательно был указан твой почтовый ящик, твой имейл в университетской почте, ну, в университетской приглашке, чтобы обязательно попросили, чтобы эта приглашка была, чтобы ты увидел, что именно твой отбор, и что ты можешь больше об этом отборе прочитать, чтобы ты имел доступ к кафедре, или к деканату, допустим, чтобы ты мог связаться сам. То есть ты, допустим, приходишь, и у тебя уже предметы выбраны, а ты вообще не хочешь эти предметы, тебе уже расписание не сделали. На это обратить внимание. Посмотреть учебный план и посмотреть, что ты сам хочешь добавить там из группы B, из категории C. Самому это сделать. То есть примерно понимать, сколько времени у тебя это займет. То есть если ты начинаешь это делать в мае, ты должен ориентироваться, если ты живешь в России, ты должен ориентироваться, что у тебя это займет, я не знаю, месяца 3-4. То есть проверять эти документы постоянно, смотреть даты, чтобы все переводилось. Ну, конечно, это когда ты платишь деньги, ты ждешь, что человек, которым ты заплатил, сделает это все за тебя. Но из-за того, что у этого человека очень большой поток людей, то, соответственно, надо все это контролировать. И вот именно, что надо каждый был момент контролировать, а за это ты платишь деньги немало и расслабиться не получается. То есть вот это все. Большую часть времени я как раз-таки трачу на то, чтобы работать, потому что я живу в Братиславе, и мне надо платить за жилье, мне надо жить как-то самостоятельно, путешествовать. Но сейчас ковид, конечно, не получается, но в принципе мне нравится, что когда ты работаешь, и когда ты, получается, учишься, если бы не было ковида, можно было спокойно съездить в соседние страны на день, на два и вернуться. И это бы было не так затратно. То есть работа не позволяет, в принципе, себя обеспечивать. И я работаю не на полную. Ну, сейчас в лето на полную, а в течение года не на полную. Но все равно это позволяет платить за жилье и себя обеспечивать и совмещать с учебой. Ну, я думаю, что нет. То есть я... Первая моя работа была в баре. Нашла я на Фейсбуке. Было сложно, потому что я вообще не знала язык, но благодаря этой работе я научилась разговаривать. Может быть, так, как они разговаривают в жизни. Какие-то... Ну, сленг, может быть, какой-то я выучила. Вот. Потом, когда уже переехала в Нитру, стала искать. Нашла в Словакии, в Братиславе. И получается, что мне было так сложно, потому что я знала русский, знаю английский, знаю русский. И получается так, что это как раз-таки и было плюсом. То есть, ну, конечно, мой шеф понимает, что я не совсем супер в словацком, но на это не обращает внимания, потому что у меня есть какие-то другие качества, шарм, харизма, я не знаю, и как бы это подкупает. И вот даже в COVID в апреле я тоже нашла работу HR-ом. И даже несмотря на то, что я сказала, что в понедельник я могу работать только полдня, потому что была учеба, и четверг-пятницу я была полный день, и суббота-воскресенье у меня был выходной. И то есть, этого тоже, этих денег мне вполне хватало на то, чтобы себя как-то обеспечивать в Братиславе. Это несложно. Главное, что, мне кажется, не то, что ты там напишешь, друзья мои, а как ты себя проявишь на собеседовании и как ты себя проявишь в работе. Потому что в любом случае русскоязычная публика более трудолюбивая, более какая-то ответственная, чем словацкая. Нет, я не хочу ехать в другую страну, если в моей личной жизни ничего не изменится. А в Словакии, я бы с радостью осталась в Словакии, потому что, в принципе, в Братиславе, потому что меня здесь все устраивает. Меня устраивает здесь жизнь, меня устраивает, что это не какой-то мегаполис супер. И я надеюсь, что когда я получу диплом, то я смогу остаться, что я смогу продлить, получается, поменять вид на жительство. И я смотрю по друзьям, которые закончили магистратуру, я не знаю, как с бакалавром, но те, кто закончили здесь, в Словакии, магистратуру, им, получается, всем сделали вид, ну, поменяли вид на жительство на 5 лет. То есть 5 лет, и ты можешь быть не привязан к работодателю. Если что-то у тебя поменяется, ты не обязан уведомлять полицию, что твой диплом тебе дает право работать наравне со словаками. И поэтому я не вижу смысла куда-то переезжать, когда ты можешь здесь себя чувствовать в принципе нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова